В эфире телеканал РБК УФА региональный блок новостей. Меня зовут Максим Окунев. Приветствую вас. В Башкортостане изменилось время комендантского часа для пенсионеров и детей. Теперь лица старше 65 могут выходить на улицу с 6 утра до 6 вечера. А младше 17 лет с 2 дня и до 8 вечера. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве в онлайн-формате Ради Хабиров. Глава региона подчеркнул, режим самоизоляции в республике не отменяется, а ослабляется. Сейчас дорога 02 прекращает свою работу. Жителям больше не нужно регистрироваться на портале для поездок по городу или за его пределы. Отменены пропуска для похода на работу. Все предприятия Башкортостана поделены на три группы. К первой из них относятся те, чья работа запрещена до отмены режима повышенной готовности. Среди них ночные клубы, кинотеатры, музеи, развлекательные и фитнес-центры. Во вторую входят те предприятия, которым разрешено работать, но с соблюдением особых условий. Остальные компании работают без специфических требований, но с соблюдением норм санитарной безопасности. Мы с вами, с одной стороны, расширяя возможности людей выходить все-таки на улицу, вот в условиях такой погоды, уже весна полным, как говорится, ходом идет. Мы в то же время начинаем более активно работать в отношении тех мест, где люди имеют высокую вероятность заразиться коронавирусом. Глава региона Радихабиров не исключил усиление режима самоизоляции при росте числа зараженных в Башкортостане. В республике будут штрафовать за нарушение масочного режима. Депутаты госсобрания приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях и направили его на подпись главе республики. Теперь граждане без масок в общественных местах могут быть оштрафованы от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 5 тысяч. Этим же законом установлены штрафы для работодателей за нарушение режима повышенной готовности. Должностные лица заплатят от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридически от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 32-летний житель Уфы получил первую в России выплату по страховке от коронавируса. Болезнь у мужчины протекала в легкой форме. Страховая компания выплатила уфимцу 50 тысяч рублей. Застрахован он был по программе «Коронавирус.нет». Запустили ее с середины марта на случай выявления у пациента COVID-19. Для получения премии мужчина предоставил страховщику медицинское заключение, в котором был указан диагноз и положительный результат теста на COVID-19. На самом деле получить страховку при заболевании коронавирусом так же просто, как и при любом страховании от несчастных случаев. Разумеется, чтобы получить выплату, нужно, чтобы диагноз был подтвержден лечебным учреждением, были проведены все необходимые исследования, включая анализы, средства компьютерной рентгеновской диагностики. После этого можно подавать документы, и компания выплатит необходимую сумму в течение 10 дней. Как ранее сообщал РБК УФА, жители Башкортостана могут застраховать себя от коронавируса, приобретя полис непосредственно на случай болезни, либо в рамках добровольного медицинского страхования. Туда входит и защита от несчастных случаев, а также вирусных заболеваний. Правительство Республики поддержит предпринимателей в сфере придорожного сервиса. Инвесторам возместят до половины затрат на реконструкцию, модернизацию и создание инфраструктуры при строительстве кафе и гостиниц, но не более 30 миллионов рублей. На государственную поддержку могут претендовать предприниматели, если объем их инвестиций составит больше 50 миллионов рублей. Планка снижена в два раза. Раньше для получения статуса приоритетного инвестпроекта необходимы были вложения от 100 миллионов рублей. Также изменено необходимое количество создаваемых рабочих мест. Если до этого минимальный порог был 50 рабочих мест, то на сегодня это 25 рабочих мест. Данная мера позволяет инвестору, который хочет участвовать в развитии придорожного сервиса на территории республики, получить земельный участок без торгов. На сегодня данная концепция именно с подобного рода республиканским мерным поддержкой реализуется только на территории республики Пашкортостан. На этом мы свою работу не останавливаем. В дальнейшем планируется совместно с Минэкономразвития разработать генеральную схему размещения приоритетных объектов, которая поможет инвесторам подобрать именно тот проект, который они считают для себя оптимальным, отметили в Госкомторговле. В Стерлитамаке торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в новом формате. В микрорайонах города организовали так называемый передвижной мини-салют, а бессмертный болг прошел онлайн. В первой половине дня на улице города проехала колонна ретроавтомобилей в ее составе машины и мотоциклы советского производства. Праздничные парады прошли у домов участников Великой Отечественной войны. Их поздравили ветераны боевых действий в Афганистане, участники войны на Северном Кавказе, воины спецназа и военной разведки пограничных и десантных войск. Мэр города Владимир Куликов подчеркнул, что в связи с режимом самоизоляции масштабные мероприятия по случаю Дня Победы вынуждены перенесены на осень. Наш народ единый, сильный, и все великие страшные годы мы смогли отстать фашизм. И в эти дни, хоть идет всемирная пандемия, мы все равно все вместе отстаем этот злосчастный коронавирус. Всех с праздником! Прошу соблюдать самоизоляцию. Поздравили и ветеранов Башкирской содовой компании, прошедшие Великое Отечественное предприятие, оказывают всестороннюю поддержку участникам сражений, вдовам и труженикам тыла. В этом году на оказание материальной помощи ко Дню Победы компания направила порядка 1 миллиона рублей. На сегодняшний день Башкирской содовой компании 11 ветеранов войны силами коллектива организовали сразу несколько проектов, посвященных Дню Победы. На предприятии работает передвижная фотовыставка «Портрет героя», где представлены фотографии ветеранов, работавших на заводе после окончания Великой Отечественной. Экспозиция размещена в заводоуправлениях «Каустика» и «Соды». И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК «Алфах».